Ледовый ажиотаж в столице. Очереди на каток каждый день. От Каменки до Слободеи. Все хотят встать на коньки. Больше 10 тысяч посетителей только за эту неделю. Приблизительно в будние дни у нас посещает около 700-800 человек за день. А в праздничные выходные дни были до 1000 человек в день. Могу сказать с уверенностью, что у нас нет разницы будний день или выходной. У нас все прокаты полностью забиты до отказа. На часах 10 утра, а людей уже много. На льду порядка 100 человек. Одни неуверенно держатся за бортик. Другие смело скользят по льду. Приезжают с семьями, с друзьями, собираются целыми компаниями. Я просто в воскресенье был. И мне понравилось тут. И я хочу еще приходить сюда. Как часто бываешь на катке? В воскресенье был первый раз. И как тебе? Чем нравится заниматься? Ну, классно кататься. Сначала думал, не выйду первый раз, буду падать, а ни разу не упал. Почему надеваете на локотники? Ну, потому что я боюсь, что я упаду. Для безопасности, да. Ты часто бываешь на льду? Как часто ходишь на каток? Я на каток только второй раз, но кататься умею, потому что я умею кататься хорошо на роликах. Всем ли хватает коньков? Нет, не всем. Очень много людей, и коньков отсюда не хватает. Ну, сейчас хотя бы сделали на полтора часа, и сейчас лучше. Я не первый раз, я был уже тут три раза. Хожу так в неделю один раз. Нравится на катке? Да, очень. А что именно? Ну, кататься тут. Единственное, что очень много людей, а так все хорошо. Ледовый поток не утихает с открытия. Уже больше двух недель. Едут со всего Приднестровья. А как встать на коньки, если всегда очереди? Для жителей районов на праздники открыли ледовый марафон. Об этом объявил еще в начале недели мэр столицы. 23 число – Каменка, Рыбница, 24-е – Дубосары, Григориополь, 25-е – Бендеры, 26-е – Слободзея, Днестровск. В эти дни при предъявлении паспорта с пропиской будут пропускаться без очереди жители наших микрорайонов. Дальше терраспольчане у нас имеют постоянный доступ, поэтому к ним всегда пристальное внимание в течение всей рабочей недели. Праздничные выходные. День первый провести их можно активно, не только прогуливаясь в парке, но и на коньках. Столичная Снежинка приглашает. По новостям увидела, что сегодня пропускают Рыбницы и Каменки, поэтому я здесь. Я люблю спорт, фигурное катание, кататься на коньках. В принципе, это так же, как и на роликах, но здесь лед. Поэтому пытаемся чего-то новому научиться. Ангелина услышала про марафон. Он приехала из Рыбницы на коньках всего второй раз, хотя и не скажешь. Держится уверенно. Говорит, главное – не бояться и держать равновесие. Я первый раз, когда приехала сюда, встала и сразу же поехала. Правильное положение ног, потому что это идет стопор, когда ты держишь равнение, то есть легко можешь кататься, поворачиваться, а также тормозить. Валентина привезла на каток детей. Два часа ехали с самого севера, чтобы попасть на столичный лед. Мы приехали из Рыбинского района. Да, почти конец Приднестровья, село Андреевка. Привезли своего младшего сына и еще двоих деток взяли. А почему решили? Мы были на открытии, нам очень понравилось. Мы катались безумно, дети были рады. И сегодня 23 февраля. Вообще идея была моя, так как у меня все мальчики. И я решила такой подарок им сделать. А как ты так уверена делать? Ну, я нет. Ну, что делать? Кататься, но все равно хочется. На льду и профессионалы, и новички. Софья приехала с бабушкой из Каменки. Для них, как и для всех рыбничан, первый день марафона. На входе показали паспорт с пропиской и вперед на лед. Уже слышали, что открыли каток, и мы давно собирались. Поэтому сегодня такой случай. Ты умеешь кататься на коньках? Немного умею. Уверенно держишься на коньках? Вот попробуем. Она еще не каталась в этом году. Уже года три был перерыв, поэтому вот она уже и подзабыла, что это. Поэтому мы сегодня посмотрим, на что мы способны. С этой недели сеанс на катке не два, а полтора часа. Так решили, чтобы больше людей смогли покататься на коньках. По практике этого вполне достаточно. Цены на билеты доступные. Что касается тарифов, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Не надо гнаться за длинным рублем. Надо сделать доступность данного вида, скажем так, спорта, отдыха в том числе. Но востребовано, да, люди хотят. Поэтому цены пока надо оставить. Налет за сеанс не больше 200 посетителей. Так безопаснее. Мы сначала запускаем на начало проката 100 человек, переобуваем их. И потом смотрим остаток размеров. И, соответственно, уже распродаемся конкретно по каждому размеру. Мы приехали с Дубасары, потому что услышали, что пропускают без очереди. Взяли все семьи и приехали сюда. Взяли детей с собой. Я только увидела в интернете, что открылось, сразу захотели. Наша молодежь-то раньше ездила. Мы все никак. Мы вообще, мы не спортсмены, но мы попробуем. Инна и Светлана на каток приехали впервые. Дубасары и Григориополь для них второй день марафона. Перед заездом инструктаж для новичков. Вроде, чем открыли эту дверь, нам сообщили, что те, кто не умеет, кто не умеет, идут направо, кто не умеет, кто умеет налево. Вот и все. Держаться за бортик, если что упали, руки поднять вверх, чтобы случайно не случилось что-то не очень поправимое. С момента открытия каток стал самым любимым и популярным местом. Наконец-то добралась до него и я. Если честно, на лед не становилось года два или три. Надеюсь, все быстро вспомню и не упаду. Но без бортика не обойтись. Коньки итальянские удобные, но стою я на них не уверена. Научиться кататься и скользить по льду вызвалась София. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься? Смотрю, у тебя и коньки профессиональные. Я занимаюсь где-то с 4-5 лет. Катаясь на коньках, меня поставил папа. Я занималась в 21-м году тут фигурным катанием. И никогда не жалела, что начала кататься. Расскажи, пожалуйста, какие основные правила для новичков, как стоять, как скользить или не тормозить? Никогда не стоять ровно, либо назад ноги наться. Никогда. Только вперед, руки впереди в полусогнутом положении, и ноги тоже в полусогнутом. Ноги никогда не должны быть впереди. Ехать надо елочкой. Необычное ощущение после того, как снимаешь коньки. Такое ощущение, что ты продолжаешь скользить, но уже не по льду, а по полу. На льду хоккейная разметка, ворота, центр. Все по стандартам. Сегодня тренировка у команды «Молдавская ГРЭС». Тренируется до 10 утра. Потом каток открывают для всех. В воскресенье – марафонский день для Днестровска и Слободеи. Накануне без очереди пускали бендерчан. На катке открыли и секции по фигурному катанию. По фигурному катанию уже проходят третий или четвертый день тренировки. Уже группы набраны или в стадии набора. И процесс идет. Фигурное катание также самым наряду вместе с хоккеистами тоже занимается. Сегодня по фигурному катанию уже было 13 человек. Сейчас столичный каток работает в тестовом режиме. В конце апреля уйдут на профилактику. В планах сделать отдельный вход и выход для тех, кто приходит и уходит. Так распределят потоки посетителей. В планах отремонтировать купол, раздевалки, стойки для коньков. Мы планируем просто произвести реконструкцию катка. Вот для этого и был создан этот тестовый период, который мы сейчас вместе с вами проходим. Мы все должны посмотреть, выявить сильные и слабые стороны, внести коррективы и провести реконструкцию. И надеемся, сентябрь-октябрь снова открыться. А пока столичный каток работает каждый день. С этой недели небольшие перемены в расписании. По будням билеты продают с 12.30. Выйти на лед можно уже с часу дня. По выходным и праздникам касса открыта с половины десятого утра. Закрывается каток в 10 вечера.